Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. На Пилот-радио меня зовут Анастасия Николаева. Сегодня мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей ИСОВУМ и наш специальный гость Вадим Трубицын, педагог, психолог, гештальт-терапевт, эксперт в области дизайн-мышления. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Старшим не перебивай. Обидел? Попроси прощения. Однако зачастую для детей за словом «простите» не стоит вообще ничего. Ни искреннего раскаяния, ни понимания, что так делать больше нельзя. Ребёнок просто привыкает, что слово «извини» — это, ну, скажем, своеобразное заклинание, после которого всё снова станет хорошо по-прежнему. Вот об этом мы сегодня и поговорим. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения. Мы спрашивали, было ли вам когда-то стыдно? Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, тема эфира — стыд, вина и ответственность. Ну, давайте начнём мы ещё глубже, издалека. Поговорим про эмоции и про чувства. Что такое эмоции, что такое чувства, и тождественны это понятия, или всё-таки между ними есть различия? Да, я понимаю, это уже вопрос, да, на который можно отвечать. А чем же всё-таки отличается эмоция от чувств? И, может быть, в режиме диалога есть какие-то предположения? Может быть, Артём, как? Интересно твое мнение, чем они отличаются? Я, конечно, могу просто... Говорят, что у детей, да, неподдельные эмоции. Вы очень много работаете с детьми. Вот как дети проявляют свои эмоции? Действительно, они искренние? Могут ли дети играть как-то? Наигранные у них могут быть эмоции? Или это всегда вот истина? Они могут по-разному быть. Они могут быть и истинные, могут быть и игровые. Поэтому в зависимости от ситуации дети их по-разному демонстрируют, показывают и испытывают тоже. По вопросу отличий эмоций и чувств, это такая интересная штука. Не задумывался никогда. Давай я подключусь к этому. Но вообще, если вот академически смотреть, чем отличается, то эмоции — это кратковременное переживание организма на среду. То есть это то, что нам подарено, в принципе, с рождения, и эмоции есть как и у человека, так и у животных. Есть определённые базовые эмоции, соответственно. То есть это то, на что организм реагирует даже быстрее, чем он это осознаёт. И, допустим, отличие животных от человека заключается в том, что, собственно говоря, что он называется человеком? Человек — это тот, который может, у которого есть возможность рефлексировать свои эмоции. То есть он понимает, что за эмоции, и в связи с этим он может уже выбирать, действовать, не действовать. Правда, не все люди этим обладают, вот именно рефлексией. То есть эмоции идут, и они, как животные, начинают сразу реагировать. Но это как отличие. А чувства — это уже более сложнее, они долговременные. То есть это такие уже чувства, как любовь, вера, дружба и так далее. То есть это уже то, что, в принципе, с рождения не подарено, а то, что уже приобретается в зависимости от социума, в котором находится и развивается человек или ребёнок в данном случае. И получается, что одни и те же чувства, которые называются, они для всех воспринимаются по-разному. Это зависит от культуры, где ребёнок, соответственно, развивался, от каких-то навешанных ценностей, ну или, может быть, ненавешанных, но неважно. Но то есть эти чувства он приобретает уже, начиная с самого рождения. Вот это основное отличие такое. То есть, если коротко, одно кратковременное, другое более продолжительное. Одно приобретённое, другое, собственно, врождённое, если да. Если коротко, то да. Ну, давайте перейдём к стыду, вине и ответственности, и дадим определение уже вот этим понятиям. Ну, давайте тогда тоже потихонечку, потому что это такие чувства, которые не до конца простые. Опять-таки, вот я сейчас буду пытаться давать определение, ну или что это такое, тоже, возможно, слушатели будут воспринимать по-своему. Ну, я как уже говорил, исходя из той культуры, из той среды, где они находятся, и как они воспитывались. Но вообще стыд — это распознавание своего несоответствия в каком-то месте. То есть я распознаю, что я сейчас как-то отличаюсь. То есть это может быть, допустим, я в какой-то яркой оранжевой одежде, а вокруг меня окружают там все в чёрном. И тогда может возникнуть вот этот стыд. Или, например, там у меня как-то выделяется нос. Тоже может возникнуть стыд. Или, допустим, я захожу в комнату, такой весь довольный, громкий, весёлый, а там все грустят. И, в принципе, стыд, само по себе чувство, оно полезное. Потому что оно как раз помогает распознавать вот эту вот разницу своего несоответствия. Но дальше есть вот «но». Какие «но»? Проблема возникает тогда, когда это уже токсический стыд. То есть человеку стыдно всегда из-за всё? Да. Когда ему, например, стыдно всегда из-за всё, или когда стыд чрезмерный, то есть это такой вот стыд стыда. То есть я чувствую, что мне стыдно, и от этого мне ещё стыднее, и я ещё больше погружаюсь вот в эту историю. Или изначально стыд настолько сильный, что теряется какая-то возможность как-то себя рефлексировать и вообще распознавать, что со мной происходит. В этом плане хорошим можно привести пример. Знаете, такой есть «Теория большого взрыва», такой довольно известный сериал, и там есть такой Шелдон-персонаж, хорошо отыгрывает, у него вообще отсутствует стыд. И, соответственно, он попадал в такие ситуации, когда людям просто тяжело с ним общаться, потому что они даже не очень понимают, как с ним быть. И когда отсутствует вот этот нормальный стыд, то может быть проблема как раз в коммуникации. Потому что если мы, например, приходим в ресторан, там есть какие-то определённые правила, нормы поведения, я это не распознаю. А вообще это такое чувство, но вообще наши чувства, они в принципе все сделаны для того, чтобы как-то мы научились в социуме уживаться, чтобы было комфортно, мы как-то договариваемся. Но проблема как раз в том, когда вот этот токсический стыд. Стыд появляется в принципе у детей из-за того, что, ну токсический стыд, я сейчас про него говорю, в тот момент, когда не было достаточно поддержки, среды, в тот момент, когда я распознавал, что я отличаюсь. Давайте на конкретном примере. Давайте на конкретном, да. Например, можно сразу сказать пример, что ребёнок как-то начинает себя шумно вести. Ну там громко говорить, громко разговаривать. И вот здесь вот сразу два вектора дальнейшего будущего этого ребёнка. То есть всё будет зависеть от психологической подготовки родителей. То есть если ему в этот момент говорят, как ты можешь, фу, плохой, так нельзя. Отчитывать его, да? Да-да-да-да, ругать. Здесь все дети как дети, а ты у нас там такой вот. То в этот самый момент может уже зарождаться вот это вот ощущение вот этого стыда, что я какой-то не такой, и такой, какой я есть, я не нужен. А вообще-таки, когда маленькие дети себя шумно ведут, в том числе, или когда они экспериментируют, ну у них изначально заложена такая функция развития, познавания мира. И таким образом они определяют свои границы. Ну то есть они экспериментируют с голосом, с поведением, это абсолютно нормально. И родители, которые это осознают и понимают, важно не ругать и не говорить, что ты какой-то не такой, а важно, ну например, создать ему возможность сказать, слушай, ну вот здесь вот такие правила. То есть рисовать эти границы. Совершенно верно. Да-да-да-да. Но обязательно давать среду, где ребенок может экспериментировать с тем же своим голосом. Потому что он пока изучает свои границы, он изучает свои возможности, он не знает там, ну а что голос его может. Ну то есть иными словами, нельзя там, допустим, в поликлинике или в школе, да, там в магазине шуметь. Но если ты хочешь покричать, давай мы поедем на природу, допустим, там на речку или в лес, и, пожалуйста, я покажу тебе, что такое эхо, к примеру. Да, супер, классный пример. Или, например, там в театральный кружок пойти записаться, где можно, пожалуйста, и кривляться, и громко говорить, и выдавать свои эмоции, и чувства. Тут мне маленечко вмешают. Давай, я же не знаю, что ты вмешаешься. Здесь есть один только интересный момент в том, что когда эти чувства возникают, да, вот, например, ребенку хочется громко и, скажем так, звонко так поговорить, то это ему нужно здесь и сейчас сделать. То есть вот перенести это вот на какое-то длительное время вперед, ну как бы в какое-то другое место и в какое-то другое время, ему крайне тяжело. То здесь можно каким-то... Вот этот аспект реализации этого здесь и сейчас, он тоже должен присутствовать. Ну, ты знаешь, здесь хорошо ты подмечаешь, вот здесь вот уже как раз важная функция такого творческого подхода родителей. Что вы имеете в виду? Крикни, ну, один раз? Например, да. Например, такой вариант, это нормально, потому что, в принципе, как бы он, да, там какое-то воздействие произведет, но при этом оно закончится, и все, и ребенок как бы реализует то, что он хотел, и сильного, скажем так, напряжения ситуации может не быть. Ну, а если ситуация вообще не позволяет? Ну, нельзя так поступать, не позволяет ситуация. Да нет таких ситуаций, в принципе. Есть, не хочу окрашивать эфир в негатив, за эфиром обязательно скажу. Но если все-таки вот действительно совершенно не позволяет, вот надо очертить границы, что здесь нельзя, они так все так вести. Обычно дети в такие ситуации не попадают, вот, то есть это такие ситуации больше для взрослых ориентированы, где принято, да, не шуметь там или что-то еще делать, и дети в такие штуки попадают редко. То есть либо, ну, не попадать, да, в такие ситуации, это один момент возможный, вот, либо если попадать, то, опять-таки же, когда, если все участники сообщества готовы, чтобы ребенок находился здесь, да, то они готовы и к его действиям. Если они не готовы, то тогда, может быть, с ребенком не находиться, или же это будет конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация тоже может произойти и может разрешиться, то есть, да, в различных позитивных ситуациях. То есть здесь тоже надо понимать, что если, это вот стыд родителя как раз, да, что вот я пришел, а мой ребенок кричит, я как бы чувствую себя прям, стыдно мне за него. На самом деле во многих ситуациях это не так, что если есть общественные места, в которых дети могут находиться и требовать от детей, чтобы они вели себя, значит, там, смирно и так далее, но это некоторое, скажем так, воздействие со стороны окружающих. То есть они не очень, ну, то есть они, в принципе, если это непродолжительный реактор, непродолжительное действие, они, в принципе, на это согласны. То есть тут надо вот такой, да, иметь баланс. Ну, я можно дополню, тут один момент важный все-таки, как я вот вижу по моему опыту, если изначально ребенок в здоровой атмосфере воспитания и среды, и изначально родители психологически подготовлены и понимают, о чем идет речь, вообще у детей, ну, знаете, есть, с точки зрения физиологии, у нас есть зеркальные нейроны, и у детей они тоже есть, и они очень хорошо, кстати, сопереживают, сочувствуют, видят, что сейчас происходит. Это заблуждение, что ребенок не понимает. Не понимает, если уже нездоровое что-то, тогда он может протестовать, там, куда-то там, как-то добиваться чего-то своего, а вообще изначально дети-то очень распознают. Ну, если мы это не отбили с самого, соответственно, начала. И вполне ребенок ориентируется, понимает. Ну, опять, о каком возрасте мы говорим. То есть мы сейчас говорим там, ну, я так, в моем понимании, это где-то от трех лет, ну, примерно, что он уже, в принципе, понимает. Ну, это если он изначально был так вот правильно, не хочется говорить правильно, а, скажем так, как в здоровой атмосфере воспитывать. А много ли у нас детей действительно воспитываются в здоровой атмосфере, потому что, ну, бы то есть же мнение, да, что у всех есть проблемы, просто не у всех они диагностируются. Есть ли такие действительно идеальные родители, которые выдержаны, не подвержены факторам внешней среды, там, экономическим, к примеру, то есть без такой... Вообще не раздражаются такие вот эталонные, идеальные родители. Вообще бывает такое? Ну, давайте я, наверное, скажу свое мнение, которым я придерживаюсь. Нет. Нет. Не бывает. Конечно, не бывает. Есть там от до, понятно, какие-то пределы, ну, потому что у нас же есть, не надо забывать, что поколение, у нас есть род, и хотим мы или не хотим, но там, по-моему, до седьмого колена передаются какие-то родовые программы, и они детям тоже передаются. Родовые программы вы о чем? Ну, я не хочу так, там сейчас, может быть, не стоит глубоко, но в любом случае есть такая теория, что, допустим, какие-то качества, например, либо от бабушки, либо от дедушки, ребенку там характер передает. То есть там упорство, упрямство, например, лень. Неизвестно от кого именно, но, может, от того и от того. Или, например, если там те годы, когда были тяжелые времена, тоже там проводились исследования, что как раз когда жили там бедно, денег не было, там много экономии и так далее, это тоже может передаваться, знаете, как в книге такой генетический код из поколения. Это все можно корректировать, это можно изучать, но, продолжая ваш вопрос, есть ли идеальные родители, но мое мнение, что нет. Ну, вот на этой позитивной ноте давайте мы уйдем на небольшую рекламу. Грамма «Время и дети» продолжается. Сегодня у нас традиционно в студии Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей ИСОВУМ и специальный гость Вадим Трубицин, педагог, психолог, гештальтерапевт, эксперт в области дизайн мышления. Сегодня мы подняли такую тему, как стыд, вина и ответственность. До рекламы небольшой мы говорили, что такое стыд, разбирали его, как он появляется у ребенка, как он проявляется у родителей. А до эфира мы собирали детское мнение. Мы спрашивали у наших детишек, бывает ли тебе стыдно. Давайте послушаем, что у нас получилось. Мне стыдно, когда я не хочу делать уроки, и меня заставляют за это я очень сильно плачу. Мне стыдно, что я плохо себя веду. Нет. Потому что я ничего не ел плохого. Мне было стыдно, когда я сказал папе, что мне целый день смотрят телевизор. На самом деле целый. Да, мне бывает иногда стыдно за свое вранье, за то, что я обманываю, допустим, маму. Да, мне было стыдно когда-то, недавно. Мы с моим братом Марком расстроили бабушку, и она со слезами ушла с моим братом Яшей. Я хотела извиниться. Мы извинились с моим братом, ну и она нас простила. Детское мнение. Вот такое детское мнение мы получили. Так трогательно все практически детки, кроме одного у нас, сказали, что да, мне бывает стыдно, вот конкретно, да, за какие-то там свои действия. И, как правило, дети говорят, что они потом извиняются. Ну, прокомментируйте то, что мы услышали сейчас. Ну, мне тоже было трогательно, да, слышать детские голоса, когда им уже стыдно. Сложилось такое ощущение, что до конца они и так-то и не понимают, почему стыдно. Это первое. Второе, это, кстати, вот тоже распознавание, что со мной. А второе, есть такая вот граница тоже между стыдом и виной. Очень часто путают одно с другим. Потому что, ну, стыдно, да, я не такой, какой я должен быть, и мне хочется исчезнуть, спрятаться, провалиться. Вот. Но тут еще может намешано быть вина. Потому что вина – это как раз аутоагрессия, направленная на себя. То есть я ругаю себя за то, что я чего-то сделал, что не должен был делать, например. Или не сделал то, что должен был сделать. Это вот очень похоже на вину. То есть я себя виновачу, то есть наказываю за что-то. И мне, соответственно, нужно за это извиниться. К чему мы относим вину? Мы плавно подошли к понятию вина. К чему мы относим вину? Это чувство или это эмоции? Это чувство, да. Потому что изначально вообще маленькие дети этого чувства вообще не испытывают. Они с удовольствием… Не базовая опция. Это вообще не базовая опция, абсолютно, да. Они с удовольствием разбивают любимые чашки, дорогие вазы, обои. Для них это вообще доска для творчества. И они с самого начала, как они это делают, когда родители, опять-таки, исходя из своей психологической подготовленности, реагируют, они первый раз не удумевают, что вообще происходит. Но со временем вот это вот такое вот наказание, там, опять-таки, ты плохой, там, и так далее, и так далее, со временем они размещают в ребенке, вот, как я уже сказал, аутоагрессию на себя. То есть я себя наказываю. Некоторые себя наказывают еще раньше, чем их там будет наказание или не будет. То есть это уже такой механизм, который, опять-таки, родителями средой внедрился, и все, и уже срабатывает такой автоматизм, что я заранее себя начинаю наказывать. А это хорошо или плохо? Это вот очень хороший вопрос, потому что очень часто сразу же реакция такая, ну что, теперь делай, что хочешь делай, и как бы тебе за это ничего не будет. Это вот очень часто возникает, потому что у нас виноватость вообще в нашем обществе, особенно в нашем пространстве, очень сильно уже внедрено, особенно взрослых. И когда говорят про эту тему, это очень тяжело, правда. Очень много такого сопротивления. Отвечая на вопрос, плохо или хорошо, мне кажется, что это не очень хорошо, потому что, вот смотрите, получается, вот я разбил чашку какую-то, да, и, по сути, меня ругают за то, что я сделал или не сделал, размещая вот эту агрессию, наказание на себя. И степень вот этой агрессии, вот эта агрессия может быть очень мощная, очень сильная. То есть вплоть до того, что, ну, это тоже там и стыдно к этому относится, но, например, вот эти суицидальные наклонности, террористические наклонности в том числе, это всё продолжение вот этой неправильной вины, которая вылазит, исходя из характера, которому вложили. Ну, у нас есть там холерик, меланхолик, фигматик и так далее. И я сказал бы как. Помните, я говорил, что у детей достаточно хорошо развита эмпатия, если её изначально не погубили. Вот эти циркальные нейроны, они очень хорошо развиты. И важно говорить не то, что ребёнок плохой, и там наказывать, а важно показывать, что, вот смотри, мне сейчас грустно от этого, или мне сейчас больно, или я сейчас злюсь. Это немножко разное. Ты плохой, или я злюсь, потому что вот эти действия сделаны. И дети, они реагируют на это. И то есть они начинают что-то делать или не делать не потому, что кто-то надиктовал или кто-то сказал, а потому что я так чувствую. То есть я опираюсь на себя, и таким образом формируется такая эмоциональная зрелость, которая впоследствии помогает уже взрослому человеку. опираться на себя. А для большинства эта функция вообще отсутствует. Ну а если мы говорим, допустим, я там злюсь вот потому что, а у ребёнка не будет такое понимание, ну это твои проблемы, ты злишься? Как у нас, помните, один футболист сказал, мы не оправдали ваши ожидания, но это ваши проблемы. Вот не сложится ли у ребёнка вот такое же понятие? Если ты злишься, ну твои проблемы, что же? Всё-таки вот, ну это опять-таки может быть тот страх, который изначально нам не даёт возможности, знаете, как это дать, как это, у меня есть такая фраза, что гарантии нет, но есть возможность. То есть мне кажется, что всё-таки вот этот страх недоверия ребёнку, ну сразу, да, произойдёт. Моё мнение, что опять-таки это всё зависит от изначального воспитания, не так, что, допустим, мы там семилетнего ребёнка поместили там куда-то там в какую-то среду детскую, ну там в ту же школу новую, какую-то другую, и, а он до этого абсолютно там воспитывался в детдоме, например, ну я условно. Естественно, там уже заложена такая сильная база, что чтобы ребёнку измениться, нужно время. Опять-таки мы люди социальные, это очень важно понимать, что для нас социум — это очень важно. И нам чувства нужны для того, чтобы мы понимали, как в этом социуме развиваться. К вопросу, скажет ли так ребёнок, я так не думаю, если это изначально правильно подано. А правильно подано — это тогда, когда я не скрываю своих эмоций, своих чувств в связи с тем, что происходит. Ну, по сути, если ребёнок такой скажет, ну да, я тебя понимаю, твои проблемы, а мне интересно было разбить твою любимую чашку, ну я бы тут, я не очень уверен, что это возможно. Если мы сейчас говорим про маленьких детей. А если мы там воспитывали-воспитывали, а потом в 7 лет начали вдруг объясняться по своим чувствам, потому что мы там на курсы какие-то сходили, то, возможно, он так ответит. Но изначально, я не думаю, может, Артём что-то... Да нет, всё верно, что, действительно, если родители будут объяснять и разговаривать в соответствии с своих человеческих позиций, то, конечно же, ребёнок будет действовать, исходя из них, то есть исходя из человеческих позиций. Вот. А если родитель будет просто чем-то прикрываться, там и говорит, что вот типа так надо, там или так не надо, или что это вот так делается, или там, или вообще мне всё равно, например, да, то тогда, конечно, ребёнок может придумать какие-то свои конструкции, которые могут кричаться. Ну, к примеру, родитель может сказать, что не надо здесь кричать, не надо здесь шуметь, именно дать понять, что так не принято в данном месте, но продолжить это, потому что на нас будут там косо смотреть, меня будут ругать, я после этого буду грустить. Вот такая конструкция. Возможно для объяснения? Здесь она возможна, да, но в данном случае получается, что родитель, вот ту нагрузку, которая будет производиться на него воздействие, он перекладывает её на ребёнка. А здесь родителю бы надо, поскольку он более в эмоциональном плане и в социальном плане более сильный, он может её взять на себя, часть её какую-то взять на себя, да. То есть если, например, на него будут косые взгляды и пытаться какие-то попытки в его сторону о том, что ваш ребёнок невоспитанный там, и вы там плохо его воспитываете, то здесь, соответственно, нужно проговорить эту социальную, это социальное взаимодействие. Потому что если ребёнок находится в общественном месте, ребёнок имеет право говорить громко. и никто не имеет права его, скажем так, останавливать в этом направлении. Вот. И проблема возникает, может возникнуть, когда это, например, этим злоупотребляется. То есть, например, ребёнок там кричит, там 20 минут, там 10 минут, ну, то есть какое-то такое действие происходит, которое, ну, нечеловеческое. То есть оно действительно напрягает людей, и оно на них воздействует, а родители, скажем так, не взаимодействуют с ребёнком по поводу... То есть не отвечают на его эмоцию. Да, то есть не взаимодействуют с ним просто. Это уже, скорее, что-то нездоровое. Ну, конечно, это понятно. Это уже что-то ненормально. Но такое бывает. И, к сожалению, часто. Потому что, опять-таки, я здесь, знаете, вот по поводу воспитания детей. Вот мне, это моё мнение, кажется, что детей воспитывать так-то бесполезно, ну, так, в кавычках я сейчас имею в виду, что вообще-таки дети гораздо больше информации считывают с поведения своих родителей. Копируют. Копируют, да, совершенно верно. И я это могу, опять-таки, объяснить физиологически. Потому что вот эти вот как раз зеркальные нейроны, которые мощнейшим образом работают в детском возрасте, они просто впитывают моментально. И это, знаете, как, когда, например, там папа начинает говорить ребёнку, что врать нехорошо, а тут мама говорит, там тебе директор позвонил, скажи, что у меня нет дома. Разные сигналы, да, у ребёнка происходят? Опа, да, он же видит абсолютно, он же всё видит, он же всё это впитывает, и он даже потом может не понимать, почему он это делает, почему он это копирует. Вообще, одна из работы, допустим, терапии с ребёнком, например, когда первый раз приходит диагностика ребёнка, есть такая, знаете, просто игрушки ему даются, игрушки, говорят, поиграй. Ребёнку поиграй, и родители просто стоят, смотрят. Ну, и, соответственно, специалист смотрит, как ребёнок играет. Как правило, когда ребёнок начинает играть в игрушки, рядом родители краснеют, бледнеют, ну, они это перевели и говорят, у нас с ребёнком что-то не в порядке, сделать с ним что-нибудь. Вот такая диагностика, ребёнку говорят, поиграю. И ребёнок начинает воспроизводить, что происходит вокруг него, какой мама, какой папа, как они общаются, какое у них взаимодействие, откуда он это взял. Он это всё скопировал, и, соответственно, он повторяет. Он пока может не понимать, что он даже делает. То есть он как-то... Это, знаете, когда дети начинают учиться манипулировать друг друга, там же тоже там, а, я на тебя обиделась, вообще не понимая даже, что они туда вкладывают. А вот про это обиделась, и через три минуты они уже играют вместе. Но они начинают вот эти конструкции примерять, экспериментировать, смотреть, как работает. Ну, и дальше появляются личности. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня у нас в студии традиционно Артём Фёдоров со основателем среды образовательных возможностей СОВУ и Вадим Трубицем, педагог, психолог, гештальтерапевт, эксперт в области дизайн мышления. И сегодня мы обсуждаем такие понятия, как стыд, вина и ответственность. До рекламы в первой части программы мы говорили, что стыд бывает иногда и полезен, а вот с виной всё не так однозначно. Мы говорили о том, что есть эмоции, есть чувства. Эмоции – это более краткосрочные по времени проявления, а чувства, если мы опять же таки говорим про время, то более долгосрочные. Вину, стыд мы относим к чувствам. Это приобретённые вещи. Как правильно рассказать ребёнку, что такое вина и когда её нужно испытывать, а когда не нужно, чтобы это не переросло что-то в токсическое и проблемы на всю жизнь. Люди живут, допустим, с комплексом вины, что они всегда виноваты во всём, и если их даже незаслуженно поругали, они не думают о том, что они незаслуженно были подвергнуты тому, а всегда проблему ищут в себе. Значит, я и правда виновата? Ну, вот здесь, мне кажется, очень хорошо, так сразу всплывает тема ответственности. Вообще, если ещё раз говорить про вину, я знаю, что многие воспринимают это очень тяжело, от вины отказаться сложно, но всё-таки вина, на мой взгляд, это конструкция бесполезная. Ну, так, извините, бесполезная, да. Она бесполезная, потому что, по сути, смотрите, в чём вина? Вина же, получается, я себя уже наказал, я вот эту аутоагрессию на себя направил. Отсюда, кстати, может быть, психосоматические болезни. И, в принципе, делать уже ничего не надо. Ну, я же уже себя наказал, то есть всё нормально, то есть можно уже ничего не делать. Или, допустим, испытывать достаточно продолжительное, долгое время вот эти чувства, и эмоции, кстати, потому что чувства, они же ещё состоят, в том числе, из эмоций. То есть такая составляющая, как сложное чувство любви, которая там из многих составляющих может состоять. И полезно что? Полезно отделять, вот как раз здоровой психикой отделять, что я сделал, нехорошо. Но нехорошо в каком плане? Допустим, я причинил кому-то вред, я причинил кому-то боль. И я не то, что себя виновачу, а я сострадаю, я сочувствую, я вижу, что больно. И я вот как раз проявляю эту эмпатию. И тогда я начинаю исправлять, или что-то делать. Действовать? Да, действовать, да. Не из чувства вины, а из чувства как раз там сострадания, или исправления, то, что я сделал. То есть, да, я увидел результат, и результат я вижу, что люди как-то по этому поводу переживают. Но, опять-таки, вина может помешать увидеть что-то здравое. Ну, в том, что, ну, потому что это же одна из форм, может быть, манипуляции. И тогда иногда некоторым будет тяжело отличить, а где манипуляция, а где нет. Ну, потому что, например, из чувства вины могут там заставлять меня продолжать те отношения, которые давно себя и жили, и которые там, ну, не знаю, не получилось. А из чувства вины я продолжаю эти отношения. Зачем? Ни тому, ни тому от этого благости никакой нет. Ну, и вот так далее. То есть, я не знаю, ответить. Ну, то есть, иными словами, правильно ли я понимаю, что, вы сказали, да, что вина – это, ну, бесполезное, да, там, чувство. Правильно ли я понимаю, что если человек, ну, там, ребёнок впоследствии взрослый что-то сделал, он себя там покорил за это, посамобичевал, и дальше значит, проявляется эмпатия, он чувствует, что сделал не то, надо как-то это исправить. А вот про исправление, то есть, там, пожалеть, извиниться, это действие, то есть, это уже ответственность за свой поступок. Ну, да, это нести ответ за то, что я сделал. И, ну, мне кажется, здесь, вот я честно, я очень аккуратно, я бы хотел бы забрать слова бесполезным, потому что это очень тяжело будет многими воспринимать. Я искренне для себя считаю это так, но для большинства это звучит крайне очень сложно, потому что вина, она в нас впитана корнями очень глубоко. Ну, опять-таки, другими словами, да, более простыми, если я чувствую вину, надо эту ситуацию взять себя в руки, исправить эту ситуацию, если ты исправить её не можешь, ну, всё, не вини себя, ну, значит, не можешь. Ну, надо как-то действовать. Ну, конечно, да, я... И гнать от себя вину. Гнать, а вообще разобраться, в чём виноватость, и как бы, что я пытаюсь, за что я пытаюсь себя наказать. То есть вот здесь вот очень важно на ситуацию, ну, было бы хорошо какую-то конкретную ситуацию разобрать, но она была бы более понятна, но было бы здраво увидеть, вот в какой-то ситуации увидеть норму, ненорму, там, и так далее. Потому что, например, ну, я не знаю, там... Ну, может быть, с чашкой как раз разбитой. Ну, с разбитой чашкой, да. Ребёнок познаёт мир. Для него ценность чашки — это... Ну, о чём? Это ни о чём. Это, знаете, давайте я приведу пример, вот как убить художественные способности у детей. Вот, смотрите, дети, они изначально творческие... У них, во-первых, уже есть стремление к развитию, к познанию себя, к миру. И я это... У них уже есть вот этот творческий поток. Если мы ещё не отбили, он у них уже есть. А родители часто очень фразы «Будь кем хочешь, но сначала получи технический диплом». Вот что-то типа, да. Но мы сейчас вообще говорим про маленького ребёнка. У него, понимаете, у него творческий поток, он всегда, он постоянно. И вот перед ним вот холст в виде обои. Он же не понимает, что это обои, а не сколько это стоит. Да нет, для него мир — это игра, для него мир — это такое счастье. И вот тут ему пришёл поток творчества, и он, это же энергия, он уже не может её... И вот у него всё, энергия пошла, и он её... Надо же как-то её выразить, вот эту любовь, вот эту вот соединённость. И он рисует цветы маме на обоих, дорогой помадой. Да, совершенно верно. Причём помадой, там, вареньем, какашком, всё, что попадётся. Он же в этот момент не... Всё, оно идёт. Но от души. Да, от души, да. И тут заходит мама или папа, и в этот самый момент станет понятно, будет художником дальше или не будет. Потому что настоящие художники, я даже знаю таких, они скажут, вау, как круто, классно. Они начнут с ним дальше дорисовывать, показывать что-то. А родители, которые... Не понимаешь, что это современное искусство, да, скажем так? Да, да, да. А у родителей, которых обои гораздо важнее, чем творческий поток, условно, да, вот это вот счастье, которое многие ищут, не могут его найти, а оно есть уже сейчас, просто оно заблокировано. И, соответственно, они у него отбивают, потому что там физически ему объясняют, что творческий поток, как бы, и вот это все, но не нужно. Ну, понятно. Родители ругают за экономическую составляющую, а ребенок понимает, что не надо таким творчеством заниматься. Ну, давайте мы перейдем к ответственности. Как вообще объяснить ребенку, что такое ответственность? Как воспитать в нем ответственность? Или как Артем любит говорить, ничего не надо, ребенок сам поймет. Ну, да, к вопросу воспитать, ребенок все считает с родителей. Ну, потому что если родители безответственны, то, собственно говоря, как можно ждать это от ребенка? Ну, всем они идеальны, а ребенка-то хочется сделать гораздо лучше, чем ты. Начинать с себя надо. Ну, вот если, вот смотрите, если, вот мне буквально недавно тоже это пришло, вот эта ситуация, которую мы разбирали, папа ругается на ребенка, что он учиться не хочет, там, в школе уроки не делает, а сам в танчики играет. Папа. А почему ребенок должен хотеть учиться, если мама не учится, папа не учится, а я почему должен учиться? Нет, ну, потому что должен. Я понимаю, вот это вот определение, ты должен. Иначе будешь мести там, ну и так далее, вот эта манипуляция. Если ребенку интересно, его не надо заставлять учиться, он сам будет учиться. Если он, видя, если он сам растет, и папа сам ответственный, и рядом подрастает сын, то сын скопирует все с папой. Ну, бесполезно говорить. Сын, если папа ответственный, ребенок будет ответственным. Ну, все-таки как вот ближе, да, давайте прям вот конкретным примером, как ребенка научить ответственности, ответственности за свои поступки, именно за поступки. Ну, например, разбили там стекло в школе. Ну, со стеклопакетами сейчас, я понимаю, это тяжело сделать, но там вот в мою школьную молодость разбили, допустим, стекло. Что обычно делали парни? В рассыпную разбегались. И как это? Это нормально или ненормально? Или должен остаться тот смельчак, который скажет, да, я виноват, да, меня родители поругают. Марья Ивановна, что будем делать? Как будем решать эту ситуацию? О, отлично. А давайте я сразу продолжу тему чашки. Давайте. Вот чашка разбилась, да. И, кстати, вот пример, который мне вот рассказывали, знаете, это мне родители, но они здоровой психики, наблюдали такую историю. То есть у ребенка падает чашка, вот, он стоит, смотрит на чашку, задумывается, опять смотрит на чашку и начинает выдавливать. Ааа, слезы к маме, я тебе чашку разбила. Он говорит, ладно, ничего страшного, иди там, ничего, это же всего лишь чашка, т-т-т. И тут папа говорит, так, ну-ка, стой, иди сюда. Чашку разбил. Да, это ситуация. Она, кстати, любимая. Мама, кстати, расстроилась. Но это не значит, что что-то как бы такое произошло. Теперь нужно это исправить. То есть как минимум... Вот тебе веник. Вот тебе совочек, да. Вот тебе это. Ну, надо за собой. То, что ты сделал за собой, это как-то исправить. И опять-таки тоже с пониманием, почему, как и так далее. А потом можно, опять-таки, с ребенком договориться о том, что, ну, собственно говоря, маму-то расстроили. Ну, как-то, как тебе... Здесь вот может быть диалог. И вообще-таки я не верю в то, что, ну, если, опять-таки, психика уже не испорчена, что дети так легко, я не знаю, легко скажут, да, мне все равно на маму, и на тебя мне все равно, забери совок и так далее. Еще раз говорю, если это произошло уже в 7 лет, и когда очень часто просто родители воспитывают-воспитывают, как могли, как умеют, а потом в 5 лет сходят, еще раз говорю, на курсы, прочитают книжку, и давай воспитывать по-новому. Вот прочитал книжку... Теперь у меня есть просветление, да? Да-да-да, и теперь я хочу тебя исправить. Окей, не надо никого исправлять, начни исправлять себя. Если ты себя начнешь исправлять, если ты своим примером будешь показывать, что нужно делать, если папа вместо танчиков откроет и начнет познавать что-то и учиться, показывая тем самым, ну только, знаете, ну как бы не притворяясь, что я это делаю, а искренне он обучается. Вот, поэтому оно таким образом и будет воспитываться. Только так. Есть такая хорошая поговорка, что внутри, то снаружи. Что внутри меня, то снаружи меня окружает. Это к вопросу ответственности. Вот я взял специальное определение, профессора психологии, Леонтьев Дмитрия Алексеевича, прям процитирую. Что такое ответственность? Это понимание того, что причиной любых изменений являюсь я сам. Понимание того, еще раз, что причиной любых изменений являюсь я сам. И добавить-то нечего. Но обсудим это сразу после рекламы. Программа «Время и дети» вновь в эфире. Сегодня мы говорим о стыде, о вине и о ответственности. А как научить ребенка осознавать неправильность содеянного, а не просто произнести слово «извини», такое волшебное слово, да, там «извини» и все дальше по-прежнему. Вот, когда мы собирали детское мнение, одна из мам ребенка, которая участвовала в нашем опросе, сказала, что он нас часто обманывает. Причем, говорит, придумывает какие-то вещи. Ни за мамой, ни за папой такого замечено не было, поэтому они удивляются, откуда в семье у них это, ну, как они говорят, так не практикуется. При этом маме он говорит одно, папе другое, бабушке вообще совершенно третье. Потом, когда это все вскрывается, он говорит «извини», и ситуация повторяется через там сутки, двое, трое. Давайте я сразу так тоже скажу мою любимую такую фразу, что врут тем, кому правду говорить опасно. От страха? Конечно. Ну, потому что уже, значит, был какой-то инцидент, а иногда его достаточно один раз, чтобы сделать соответствующие выводы. Потому что изначально ребенок не врет. Ну, у него нет такой функции, а зачем? А если по какой-то причине он сказал правду, а на это, там, «Ой, ужас, ужас», или как-то, ну, и так далее, то есть вот неадекватная какая-то реакция родителей, я уже не говорю про наказание, про физическое и так далее, собственно говоря, все, опасно говорить правду, и ребенок, да, действительно, правду говорить не будет. И, ну, вопрос как, да? Вот мы задали вопрос как. Еще раз, здесь первое, что важно, это понимание возраста ребенка, ну, то есть потому что нет какой-то таблетки индивидуальной для всех. Это надо брать конкретную ситуацию, конкретных родителей, конкретного ребенка, и вообще поговорить с ребенком. То есть вы хотите сказать, что любого ребенка, если возникает проблема, нужно вести к психологу? Нет, могут... Еще раз, вы все акцент на ребенка делаете, а я пытаюсь нас сместить на родителей. У нас программа про детей, поэтому я и говорю про детей. А, совершенно верно, а если здоровые родители, будут здоровые дети. Поэтому, может быть, не ребенка надо вести, а родителей в первую очередь. Это, кстати, частая проблема, когда родители приводят ребенка и говорят, у меня с ребенком что-то не то. Сделайте с ним, пожалуйста, что-то. В этот момент мы скажем, спасибо, давайте ребенку мы подождем за дверью и поговорим с вами. Мне кажется, это будет гораздо эффективнее. Ну, да, это может быть так. Ну, здесь бы... Нет, не обязательно сразу не вести к психологу же. Мы говорили, что, во-первых, это можно выяснить, может, могут выяснить родители сами. Главное, что это тоже сделать достаточно в мягкой форме, а не допросом, значит, а что, ты врешь, значит, почему отвечай там и так далее. Чтобы это был конструктивный диалог. Но, опять-таки же, надо понимать, что он может быть длительный, потому что, если ребенок уже закрылся, и уже производят такие действия, то сразу же переключиться назад он не сможет. То есть нужно каким-то... Время. Да, время. Нужно время, нужно время, нужно с ним разговаривать и как раз демонстрировать правдивую конструкцию, да, чтобы возникали бы желательные ситуации, которые бы были связаны с вот этой штукой, да, и в которых родители четко и четкие дают свои посылы, правильно, неправильные, а позитивные, там, человеческие и гуманистические. Знаешь, я вот здесь сразу, пока не ушли, откровенные посылы. То есть когда... Мне нравится фраза, мы притворяемся, делая вид, что мы не притворяемся, продолжая притворяться. И вот эта конструкция, то есть когда родители пытаются поговорить, притворяясь, что я искренний с тобой, то дети это считывают на раз-два. Если я действительно искренен с ребенком сейчас в моменте, если я ему показываю, что мне не все равно, что я тебя люблю, что ты для меня важен, что я очень переживаю, и это открытые, правдивые чувства, ребенок может приоткрыть завет. Он может начать говорить. Но если ребенок видит, что это очередная история родительская, так, ты нам скажи правду, мы тебе ничего не сделаем. Что-то как-то... Неубедительно, да. Ну, у нас остается буквально немного эфирного времени до конца программы, а сложная задача. Если подытожить, вот тема программы «Стыд, вина, ответственность». Если подытожить буквально там одним-двумя предложениями эту программу, давайте выделим самые главные моменты, стыд полезен, да, как... Вот, допустим, так. Что мы можем сказать? Ну, мы можем сказать, что вообще чувства, все чувства, они все полезны. В здравом каком-то своем проявлении. Это первое. Второе. Очень важно, если обращаясь к родителям, к родителям и говорить о том, что, ну, у нас же про детей, то очень важно, чтобы родители в первую очередь обратили на себя внимание. Не знаю, я желаю такой, знаете, эмоционального интеллекта, это вот есть эмоциональный интеллект, чтобы как-то родители уделяли больше внимания вот в этом эмоциональном интеллекте, аспекте в себе. Если они начнут действительно внутри себя видеть эти изменения, у детей тоже будет это происходить. Конечно, нужно разговаривать открыто, честно, ну, вот без вот этих защит. Артем, вы только от вас. Самый главный аспект в этом вопросе, на мой взгляд, главное не использовать это в плане принуждения и в плане манипуляции. Да, потому что это очень, это одни, это сильные чувства, да, и ими, их человек должен воспринимать конструктивно и укладывать какую-то человеческую, а не заниматься самобичеванием. То есть, чтобы у ребенка не произошла вот эта конструкция, что эти вот вино, ответственность и стыд он использует в качестве негатива для себя. Он должен это переработать таким образом, чтобы эти конструкции он использовал в качестве позитива для себя, в том числе в качестве мотивации для себя. Вот, и поэтому использовать эти штуки в качестве манипуляции против ребенка очень опасно. То есть, вот это надо вот это четко понимать и родителям больше проговаривать эти моменты, показывать у себя и не пытаться, то что это понятно, что это хорошие и сильные способы, вот, но они приведут вот последствия, могут привести. Это была программа «Время и дети». Сегодня мы разбирали такие понятия, как стыд, вина и ответственность. В скором времени видео-версию данной программы вы можете увидеть, найти на портале «Твери град». Мы прощаемся с вами и через неделю снова услышимся в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».